Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Октябрьская площадь. 71 год назад это место было одной из самых горячих точек вооруженного восстания. Отсюда, проливая кровь, дружины Красной Гвардии прорывались к центру города. Через Крымский мост, Костоженки, Манежу, Городской думе, где сейчас музей Ленина, Кремлю. Главным центром сопротивления контрреволюции. А здесь, в этом здании на Тверской, где почти 130 лет находилась резиденция московских генерал-губернаторов, заседал штаб восстания. Военно-революционный комитет, который был образован советами рабочих и солдатских депутатов. Взяв власть сразу и в Москве, и в Питере, мы победим безусловно и несомненно, считал Ленин. И это его предположение оказалось сверхточным. Именно после Питера и Москвы советская власть победно зашагала по стране. Завтра мы празднуем ее 71-й год. И в канун праздника приятно отмечать, что именно сейчас в стране делаются самые решительные шаги к превращению советов в действительно боевые и самостоятельные органы народного самоуправления. Такие, какими их видел Ленин. Я считаю, что совет – это голос народа. Поэтому если депутаты будут добросовестно выполнять свои обязанности, они будут знать хорошо людей своих, они будут знать потребности. И во всяком случае, сейчас, давая такую большую власть советам, они могут радикально изменять свой микроклимат в районе, свой микроклимат, так сказать, в регионе, на предприятиях. Единственное, чтобы нужно, так сказать, сколыхнуть как можно больше народа, чтобы каждый свой вклад вносил в это. Скажите, пожалуйста, ну а депутат сегодня, насколько авторитетная фигура, ваша точка зрения? Скорее, я бы сказала так, да авторитетна ли она вообще? Ну вот, а что сделать, чтобы авторитет депутата поднять? Если люди могут прийти и действительно они увидят, что человек может им помочь, они увидят какие-то результаты, тогда он и будет действительно иметь авторитет. Совет должен принимать решение, а исполкомы уже исполнительные. Исполнительный комитет. Чем полнее эта власть будет в руках народных депутатов, тем лучше будем и жить. Нужно отдать всю власть советам. Ну, партии, конечно, не будет вообще в обиде, потому как представители партии будут возглавлять совет. Все те поправки, которые вносятся в Конституцию, они абсолютно верны. И Съезд Советов, я думаю, он как раз и учтет, наверное, все те поправки, которые сейчас обсуждаются нашим народом. И примет вообще оптимальный, как говорится, вариант для нашего государства. Не трудно заметить, что праздничный наряд города на Неве в нынешнем году стал скромнее. Меньше лозунгов, победных рапортов. Хотя, конечно, добрые дела на счету ленинградцев есть. Вот, скажем, на днях докеры морского порта выполнили план года по обработке грузов. За оставшееся время хотят прибавить к сделанному еще полтора миллиона тонн. Прибавляют в работе и строители. Вот этот большой квартал в районе озера Долгое, на северо-западе Ленинграда, еще только начинают принимать новоселок. Но для них здесь уже возведены кафе, столовая, аптека, почта, предприятия бытового обслуживания. Открылся универсам. Так что все более ритмичному вводу жилья теперь сопутствует и повышение комплексности застройки. Приметой наступающего праздника стали боевые корабли на Неве. И вот эти цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину у Смольного. Возложили их авроровцы нескольких поколений. Морская служба всегда роднит людей. Ну а те, кто служил на Авроре, наверное, еще и по-особому ощущают свою сопричастность к времени революционного обновления. Сделать как можно больше и больше увлечь за собой молодежь в деле перестройки на революционных началах нашего общества. 6 ноября 1943 года Киев встречал своих освободителей. Окончились 778 дней фашистской оккупации. 778 дней погромов, расстрелов, пыток. Товарищи, откуда вы приехали? В Черниевшу, Днепр. Я из Башкирии. Я из Харькова. Я из Киева. Наша 163-я стрелковая дивизия форсировала Днепр и освобождала Киев. Я приехал на встречу с ветеранами. Освобождали Киев и 6 ноября был на Крещатике. Крещатик был совершенно разрушен. Даже представить невозможно, что здесь буквально по кирпичику разбирали завалы, а затем бережно отстраивали каждый дом. Только 15% жилой площади оставалось в столице Украины после варварских разрушений, учиненных фашистами. А за эти годы по обе стороны Днепра возведено, почитай, два довоенных Киева. Только в нынешнем году у нас построено 9 школ, 17 детских дошкольных учреждений. Но ведь город – это не только дома и площади. Это прежде всего люди. Какое же настроение нынче у киевлян? С хорошим настроением встречаем праздник. Жизнь изменилась в хорошую сторону. Если советская власть действительно станет так, как ее задумывал Ленин в свое время, то мы достигнем больших успехов. Сегодня мы находимся на новом этапе поистине революционных, демократических преобразований, происходящих в нашем обществе. И, конечно же, у каждого из нас будет работа. С хорошим настроением встречает праздник Великого Октября коллектив производственного объединения «Бакинский кондиционер». Дополнительных заданий выпущены продукции на 5 миллионов рублей. Тем самым досрочно выполнены годовые социалистические обязательства. Идется большая работа по созданию других товаров народного потребления. Летом этого года бакинские электротехники подписали договор с итальянской фирмой «Мерлони» о создании совместного предприятия по выпуску миксеров, кофемолок, электромясорубок, другой электробытовой техники. С образцами этой продукции познакомился первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, товарищ Визеров. Состоялась встреча с многонациональным коллективом завода. Я хочу вам доложить, товарищи рабочие. 13-го числа мы проводим пленум Центрального комитета партии по жилищному строительству. Это практически первый пленум за последнее время, который будет касаться самого главного, что волнует наших людей. И мы очень долго готовимся. Знаете, очень трудный вопрос. Ведь одно дело выйти и просто сказать, как тяжело, как плохо было в нашей республике. Мы практически и в городе, и на селе имеем самые худшие показатели по квадратным метрам, которые приходятся на одного гражданина Азербайджанской СССР. И мы должны решить эту проблему так, чтобы выйти на всесоюзный уровень. Мы должны выйти на уровень вот сейчас, до конца этой пятилетки, как минимум на 10, а еще лучше на 15% каждый год строить больше. Мы буквально на днях опубликуем в печати программу нашей работы до 2000 года по укреплению здоровья граждан нашей республики. Это очень интересная программа. Мне много задают вопросы вот и сегодня, вот как будут решаться проблемы, связанные с событиями, которые возникли в НКО и вокруг него. Наша линия такая. Мы все будем делать для того, чтобы восстановить дружбу наших народов. Мы все будем делать для того, чтобы не допустить розни. Мы жили веками и будем жить веками нашей народы. Я должен сказать, что мы должны настраиваться, товарищи, на то, что в один момент мы ничего не сделаем. Мы должны настраиваться на очень серьезный, напряженный многолетний труд. И второе. Я хочу вам сказать, я уже сказал о той помощи, которую нам оказывают и центральные наши органы, ЦК КПСС. Мы не мыслим себя жизни вне нашего единого союза. Мы сплетены и нашей судьбой, и нашей жизнью, и нашими помыслами. Мы все будем делать, чтобы укреплять наш единый союз советских социалистических республик. Это построенное по заказу ленинградцев судно значительно отличается от траулеров, которые отсюда, от причалов судостроительного завода, до сих пор уходили в моря и океаны. Назначение предыдущих – добыча рыбы, а серия новых судов строится для ее сбора у добытчиков, переработки, правда, пока частичной, и доставки на берег. Судам колхозных флотилий, немало которых ведет промысел в Балтийском море, для сдачи добытой рыбы до сих пор каждый раз приходилось возвращаться к берегу. Вот и здесь, в Клайпеде, траулеры и боты местного рыболовицкого колхоза Балтия порой долгими часами простаивают в очереди у приемного пункта, а ведь известно, что в полных трюмах с каждым часом рыба теряет не только товарный вид, не говоря уже о том, что рыбаки теряют драгоценное время. Мы рассчитываем, что завод построит еще побольше нам даст судов, и это как-то значительно улучшит количество и качество обработанной рыбы. Для этой поры прибережены самые яркие краски, но больше всего золотых и красных тонов, запасенных как на праздник. А вот бурные воды дагестанских рек осень взялась осветить, как у их истоков дородниковой, хрустальной чистоты. И теперь в порожистом русле непроглядно мутный летом кайсу не то что глыбы, а самые маленькие камушки можно пересчитать. Все живое на земле успела предупредить осень о близких холодах. Только розы кажутся забыты, но нет королева цветов, как и положено ее величеству. Позже всех других уйдет на временный отдых. Не просто увянув, а даря напоследок людям красоту и нежность, как будто на дворе сейчас и не осень. Для этих роз это цветение последнее в родном горном крае, а вновь столь же буйно распустятся они в будущем году вдали отсюда. На улицах, в парках и скверах Волгограда, Челябинска, Еревана, Ставрополя, Баку. Учебно-опытное хозяйство Дагестанского сельхозинститута, где сняты эти кинокадры, отгружает саженцы роз в 15 городов страны и в немалом количестве, до полмиллиона штук. Сортов же в здешней коллекции около ста. Словом, осень заботится о весне. В канун праздника Великого Октября постановлением ЦК КПСС и Советом Министров СССР присуждены государственные премии страны 1988 года в области науки и техники. Авторские коллективы, ученые, инженеры, отмеченные за принципиально новые идеи и разработки, будут названы завтра печать. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР прослежены также государственные премии в области литературы, искусства и архитектуры. Среди лауреатов. Писатель Спиридон Вангеле, автор книги Гугуце и его друзья. Режиссер Алексей Герман, автор сценария Эдуард Володарской, художник Валерий Юркевич, звукооператор Тигран Силаев, посмертно, заслуженный артист РСФСР Владимир Заманский за художественный фильм «Проверка на дорогах», производство киностудии «Ленфильм». Государственной премией удостоенный писатель Владимир Дудинцев за роман «Белые одежды», режиссер Вячеслав Котеночкин, автор сценария Александр Курлянской, художник Светозар Русаков за сериал мультипликационных фильмов «Ну, погоди», производство киностудии «Союзмультфильм». Отмечена группа создателей документального фильма «Легко ли быть молодым» производства рижской киностудии, автор сценария и режиссер Юрий Сподниекс, авторы сценария Абрам Клецкин, Евгений Марголин, оператор Калвис Залцманис. Государственная премия также присуждена писателю Анатолию Приставкину за повесть «Ночевала тучка золотая». Автору сценария, режиссеру и оператору Владимиру Шевченко посмертно, операторам Виктору Крипченко, Владимиру Таранченко за документально-публицистический фильм «Чернобыль. Хроника трудных недель» производства украинской студии хроникально-документальных фильмов. Среди лауреатов литературовед Лидия Гинсбург, режиссер Мик Бики Вер, создатели мемориального комплекса в Парке Победы в городе Тбилиси и другие. Имена новых лауреатов в области литературы, искусства и архитектуры будут также опубликованы завтра в печати. В Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР на имя Михаила Сергеевича Горбачева и Николая Ивановича Рыжкова поступают приветственные телеграммы. В посланиях передаются поздравления стране Советов и советскому народу по случаю праздника октября. В канун 71-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции телеграммы прислали от Венгерской Народной Республики Карой Гросс и Бруно Штрауб, от Корейской Народно-Демократической Республики Лыгенмо, от Республики Куба Фидель Кастро Рус, от Лаусской Народно-Демократической Республики Кайсон Фон Вихан, Фуми Вун Гвичит и Сисон Пхон Лавансай, от Социалистической Республики Румынии Николай Чаушеско и Константин Дескелеско, от Чехословацкой Социалистической Республики Милош Якиш, Густав Гусак и Ладислав Адамец. От Социалистической Федеративной Республики Югославии Степе Шувар, Раев Диздарович и Бранко Микулич, от Алжирской Народно-Демократической Республики Шадли Бенджидид и Абдальхамид Брахими, от Республики Афганистан Наджибула и Мохаммед Хасан Шарк, от Республики Бенин Мтье Карику, от Социалистической Народно-Ливийской Арабской Джамахиреи Муаммар Каддафи, от Демократической Республики Мадагаскар Дидье Рацырака, от Народной Республики Кампучие Хэнг Самрин и Хун Сен. Телеграммы продолжают поступать. Международную часть программы ведет сегодня комментатор Александр Сериков. Здравствуйте, товарищи. Великий Октябрь праздник не только наш. Свободный труд и народовласти, социальная справедливость, эти ценности социализма стали реальностью во многих странах мира. Они привлекают миллионы людей на земле. Симпатии в мире к нашей стране, Родине Октября, особенно возросли теперь, когда мы живем обновлением, когда начинаем уважать общечеловеческие ценности. Вместе с нами годовщину Октября празднуют в самых разных странах мира. Посмотрите репортажи наших корреспондентов из Польши, Чехословакии, Индии и Испании. Это были фрагменты из репортажа, которые мы только что получили по каналам спутниковой связи из Каледонии. Просим извинения. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть репортажи наших корреспондентов из Варшавы, из Испании, из Чехословакии и из Индии. Петровичный репортаж. Второй город страны по населению, город текстильщиков, город славных революционных традиций. О чем думают, о чем говорят сегодня жители города? Польская общественность еще в 1917 году с огромным интересом следила за событиями в Петрограде и в Москве. Эти события приобрели для нас фундаментальное значение. Ведь именно Великий Октябрь, декрет за подписью Ленина об аннулировании царских договоров, создали условия для обретения Польшей государственной независимости. Я думаю сегодня о том, что перестройка в Советском Союзе имеет много общего с социалистическим обновлением в Польше. Эти процессы открывают новые, небывалые возможности для расширения сотрудничества между нашими странами в экономике, культуре и других областях, о чем свидетельствует и пример нашей фабрики Олимпия. Потомки Великого Октября это наши освободители. И разве можно сегодня не вспомнить о нашем совместном боевом пути от Ленина до Берлина, когда цементировалась дружба и братство по оружию советских и польских воинов. И мы стараемся быть достойными нашим боевым традициям. Общность судеб наших народов, неоценимая интернациональная помощь Советского Союза Польше в послевоенный период, огромная важность для наших стран документов, подписанных товарищами Ярузельским и Горбачевым во время визита советского руководителя в Польшу летом нынешнего года. Все это наследие Великого Октября, говорили участники собрания Общества польско-советской дружбы, которое состоялось в Лодзи. Так думают сегодня миллионы поляков народной Польши. Вы, конечно, узнали известную мелодию Раймонда Паулса. Идет заключительный концерт фестиваля советской песни «Острава-88». Выступают Хелена Вандрачкова, Петра Яну, Михал Даги, Иржи Корн, другие известные чехословацкие эстрадные певцы, а вместе с ними и участники самодеятельности, победители конкурсов, проходивших по всей стране. Фестиваль, в нынешнем году он проводится в десятый раз, так что можно уже отметить первый юбилей. Фестиваль стал музыкальной заставкой, ярким позывным традиционного месячника чехословацко-советской дружбы. В программе месячника показы новых советских фильмов и фестивалей нашей драматургии, многочисленные выставки, семинары, спортивные соревнования, беседы, встречи, которые проведут в маленьких и больших городах Чехословакии, в селах и деревнях активисты Союза Чехословацко-советской дружбы. Это одна из самых массовых общественных организаций, насчитывающая более полутора миллионов членов. В Праге, в Доме советской науки и культуры, выставка, посвященная 70-летию комсомола. А это выставка продажа знаменитой Гжели в советском магазине Чайка. Один из крупнейших залов столицы Чехословакии знакомит с искусством Туркмении. Дни Туркменской ССР станут частью большого, посвященного годовщине октября, праздника дружбы двух наших братских социалистических стран. Нынешняя годовщина октября приходит в одно время с любимейшим индуистским праздником Дивали. И плакаты, объявляющие торжественные митинги и собрания, соседствуют в эти дни с веселыми огнями иллюминации, сопутствовавшей, когда-то говорят, коронацией героя древнеиндийских сказаний Рамы. Как нигде, пожалуй, в Индии уживаются трогательные, с серьезным, строгим, наивные, простосердечные, с глубоким, мудрым. Вот какие удивительные документы хранятся в архивах библиотеки при мемориале Неру в Дели. В них первая реакция Индии на события 1917 года в России и последовавшие за ними. Прислушайтесь к божественному голосу Республики России. Откликнитесь на зов свободы и равенства брата Ленина. Статья большевизм и ислам. Здесь же серьезная резолюция собрания индийских революционеров в связи с нашим первым декретом о мире. Ниже нелепо, анекдотически иначе не назовешь указы перепуганного до смерти приближающиеся большевистской угрозы с севера английского генерал-губернатора Индии лорда Челсфорда. Один из них запрещает обращение в Индии русской валюты. Вот и до того индийцы знали ее. А вот с газетной страницы звучит словно живой родной голос. Рад слышать, что провозглашенная рабочей крестьянской республикой принципы самоопределения и освобождение угнетенных народов от эксплуатации иностранными и собственными капиталистами нашли такой живой отклик среди сознательных индийцев, героически борющихся за свою свободу Ленина. Нашли вопреки всем запретительным законам колониальных властей. Отозвались в победном дне народа провозгласившего себя независимым. Мощно зазвучали в годы первых пятилеток республики, взявшись за ориентир советский опыт, с советской помощью начавшись строить свое народное хозяйство. И сегодня в первую очередь благодаря октябрю мы вместе и на земле и в космосе, и в своих повседневных заботах, и в общепланетных о мире для всех. Трогательные и серьезные. Юашмитра Упадхия редактор большой серьезной газеты Хиндустан Таймс и трогательный лирический поэт. Жаль вот мы не поэты и лишь скажем потому стихи эти об октябре, о нашей дружбе, о том, что свято и дорого нашим индийским друзьям. И еще редактор и поэт Упадхия поздравляет вас с самым большим праздником, товарищи. В Испании многие отмечают годовщину Октябрьской революции, но вот для людей собравшихся здесь я пожалуй не ошибусь если скажу, что это по существу свой праздник. Впервые они начали его отмечать еще в далекие нелегкие для них 30-е годы. Плечом к плечу с советскими людьми испанским летчикам-республиканцам пришлось бороться против фашизма как в Испании так и в Советском Союзе. Впервые мы отмечали праздник октября в трудное время когда фашисты подошли к Мадриду. Нам тогда 17-летним пришлось нелегко. Но представьте себе как радостно было зазнавать что на нашей стороне советские люди. Мы видели как они сражались и это придавало нам сил, поднимало настроение. октябрьский праздник символизировал для нас борьбу за свободу за самое прекрасное что ждет человек от жизни. Я был первым ровесник революции. Родился я в 17-м году. Ну то же говорили насчет 7 ноября. Надо напомнить Стражлова Дорожь Иварури Но Пасаран она именно празднила 7 ноября 36-го года когда фашисты наступали на Мадрид. Это исторические слова. Для меня 7 ноября это большое число учтите что я прожил в Советском Союзе большой часть своей жизни. Воевали там в отечественной войне лодчиком и поэтому для меня это ваш праздник это мой праздник. Но для меня 7 ноября это 88-го года. Это год перестройки. Это год когда Советский Союз делает новую революцию мирную революцию. Поэтому я смотрю этот праздник как праздник именно революции второй революции в Советском Союзе. Торжественные собрания и митинги посвященные 71-й годовщине Великого Октября состоялись в столицах Вьетнама, Мозамбика, Ганы, Кипра, Колумбии, Непала. Вечера дружбы, художественные выставки, научные конференции посвященные славной дате прошли в Ливии, Анголе, Кампучии во многих других странах. Немало произошло сегодня и других событий в мире. Сегодня во всех французских городах и департаментах начался общенациональный референдум по законопроекту, выдвинутому правительством Мишеля Ракара о новом статусе Новой Каледонии, заморской территории Франции в южной зоне Тихого океана. Свыше 38 миллионов избирателей должны сказать да или нет этому документу, в котором определены меры по социально-экономическому и политическому развитию архипелага. Если во Франции голосование только начинается, то непосредственно в Новой Каледоне оно уже подходит к концу. За два часа до закрытия избирательных участков здесь в голосовании приняли участие более 63% зарегистрированных избирателей. Тысячи манифестантов собрались у здания американского посольства в Сальвадоре, протестуя против вмешательства Вашингтона во внутренние дела этой центрально-американской страны. Они потребовали прекратить военную помощь марионеточному сальвадорскому режиму. Отчисления Пентагона на военные нужды режима превышают полтора миллиона долларов в день. Здание посольства США было оцеплено полицейскими. По приказу правительства в столицу введены дополнительные войска. Тревожное сообщение поступило из Кабула. Сегодня утром экстремисты из числа непримиримой афганской оппозиции обстреляли этот город, выпустив три ракеты класса Земля-Земля. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Думаю, не очень обрадуют и такое сообщение. Очередное ядерное испытание провела сегодня Франция на Тихоокеанском атолле Муруроа. По данным новозеландских сейсмических станций, которые зафиксировали взрыв, его мощность составила около 50 килотонн. Это 101-е подземное испытание французского ядерного устройства на атолле. А в Соединенных Штатах Америки между тем приближается к финишной черте предвыборный марафон. 8 ноября будет решаться кто станет новым хозяином Белого дома. Только что мы получили репортаж из Вашингтона. Все сегодня в американской столице крутится вокруг события, которое предстоит здесь во вторник. Интерес к нему во всем мире и понятен, и объясним. В руках временного хозяина вот этого дома сосредоточена огромная власть. и выборы президента сейчас это не вопрос политической игры. Это история, которая делается на наших с вами глазах. Можно ли сейчас накануне выборов прогнозировать их исход? За ответом на этот вопрос наш корреспондент Владимир Звягин направился в небольшой городок Принстон, где обосновался всеамериканский дельфийский оракул, известный институт Гэллопа. Вопрос к его нынешнему руководителю Эндрю Когуту. Ваше личное мнение относительно исхода избирательной кампании на основании тех тенденций, которые выявили опросы? Мы выявили довольно определенное лидерство Буша. Образ Дукакиса в последней неделе заметно паблик. Многие избиратели не зарегистрировались для голосования. Почему? Как правило, на избирательные участки приходит чуть больше половины имеющих право голоса. В нынешнем году эти цифры будут, по-видимому, еще ниже. Есть еще одно неизвестное в американском предвыборном уравнении. Сейчас в Вашингтоне двоевластие. правительство в руках республиканцев, обе палаты Конгресса контролируют их политические противники демократы. Мечта республиканцев прибрать во вторник к рукам не только Белый дом, но и Конгресс. С этим они связывают немалые надежды на следующие четыре года. В какой мере они сбудутся? Как оправдаются сегодняшние прогнозы? Ответы на эти вопросы осталось ждать совсем недолго. Из Алжирской столицы сообщают, что назначенный на пост премьер-министра Касади Мирбах заявил, что новое правительство, которое он возглавит, будет сформировано в кратчайшие сроки, возможно, до конца недели. Касади Мирбах участник национально-освободительной борьбы алжирского народа, был директором управления безопасности Министерства национальной обороны, министром тяжелой промышленности, а в последнее время министром здравоохранения. Является кандидатом члены политбюро партии фронта национального освобождения. Небольшое островное государство в Индийском океане Мальдивская республика переживает последствия попытки государственного переворота. Как сообщают из столицы страны города Мале, все заложники, захваченные на днях группой наемников при попытке переворота, освобождены. После того, как индийские боевые корабли произвели несколько выстрелов из орудий в направлении судна, на котором наемники вместе с заложниками пытались скрыться в океане, путчистые сдались. Обстановка в городе Мале постепенно нормализуется. Улицы патрулируются нарядами местной службы безопасности и индийских войск. Продолжаются операции по поиску и обезвреживанию оставшихся путчистых. По мнению местных наблюдателей, наемники были завербованы политическими противниками президента Гаюма и принадлежат к тамильским террористическим группировкам, действующим на соседней Шри-Ланке. 19 месяцев продолжался в Турине судебный процесс по делу о преступной деятельности сицилийского клана Катани. На скамье подсудимых 198 человек. Им предъявлено обвинение в совершении 61 убийства, 4 похищений, сотен ограблений. 26 членов гангстерского синдиката приговорены к высшей в Италии мере наказания пожизненной каторги. Таковы основные международные события на сегодняшний день. С наступающим вас праздником! В Крустальном дворце так иногда называют этот выставочный зал, где демонстрируются наиболее интересные работы художников нашего отечественного стекла, праздничная премьера и очень любопытная персональная выставка работ художника Фидаиля Яхина главного художника Лучановского завода в Томской области. Завод этот долгое время выпускал ламповое мензурочное стекло, а когда пришел сюда новый энергичный директор Святослав Беремин и новый художник Яхин, началась здесь новая жизнь и стали выпускать, как профессионалы говорят, сортовую посуду. Вот эти симпатичные вещи, которые вы видите, так называются сортовая посуда. И прежде всего дешевую, самую массового спроса. Ну, пример скажу, вот в этом очень милом с моей точки зрения наборе ягодка розетки копеек сорок всего стоят. Это тоже самое обычное дешевое стекло, кстати, всегда пренепременно нужное людям не для ворки, не для серванта, а просто вот для жизни на каждый день. Ну, и, конечно, прелестной, особой, поэтической выразительностью привлекающей авторские композиции радует зрителей. посвящение Есенину и ваза осеннее размышление или вот такое сочинение из стекла под названием легкое дыхание. Все это, конечно, говорит о любви их автора к поэзии. Художнику 47 лет. Он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной, но путь его в искусстве был не так уж прост. Поначалу хотел Яхин в летчике, может быть, поэтому так чисты в его творчестве космические мотивы. Естественно, конечно, что мотивы родной природы оживают в рукотворном яхинском стекле. Вот эту композицию навеяли сибирские кедры. Это впечатление от сибирских рек с их стремительным течением, ледяными наростами и весенним таянием. Вот все эти впечатления отразились в этих декоративных вазах. Конечно, это первая персональная выставка Яхина в Москве. И очень хочется, чтобы эта экспозиция результат упорнейшего труда художника на крошечном сибирском заводе принесли ему большое признание. Ну, а мы с вами получили бы самую прямую выгоду. Эти приятные и недорогие предметы, ну, конечно же, принесут радость в наш дом. 20 лет не было в ФРГ гастролей советских артистов цирка. А сейчас в разных городах все равно где под куполами шапито или же в огромных спортивных залах аншлаг выступают профессионалы, снискавшие себе мировую славу. Гвоздь программы выступление Олега Попова. Он пользуется огромным успехом. Рассказывают в его номерах и серьезные нотки, заставляющие задуматься зрители о том, что все мы, по сути, жители одного дома и вместе должны решать наши проблемы. Защита окружающей среды ФРГ стала в последние годы заботой национального значения. И здесь приветствуют то, что и у нас начали серьезно задумываться над этим. Фирма, отвечающая за проведение гастролей, очень заинтересована в дальнейшем в подобных представлениях. Кроме цирка, ФРГ, по ее мнению, могли бы выступать фольклорные ансамбли, театры, балетные трупы. Интерес ко всему советскому сейчас небывалый, и предприимчивые организаторы чутко улавливают момент. Вот даже импресарево удивлен, что столько рецензии за полтора месяца он в жизни своей не видел. И что интересно, что за время работы очень много было импресаревых разных стран. Даже с Америки приезжали и смотрели. И все в один голос говорят, что это самая удачная и самая лучшая программа, которую они только видели. Нам это приятно слышать. Во время нашей беседы Попову принесли торт. Кто-то из благодарных зрителей, а вернее зрительниц, таким образом выражает свое востящение советским циркам. Эта колыбельная песня звучит в спектакле Аркадия Хайта «Поезд за счастьем», которым и открыл свой первый сезон Московский еврейский театр. Театр новый, но многие его актеры хорошо известны любителям еврейского театрального искусства. «Поезд за счастьем» пока единственный спектакль труппы. В перспективе постановка пьесы Марка Фриша Андора и спектакля посвященного памяти одного из крупнейших мастеров национального театра Соломона Михайловича Михоэлса. Причем каждое представление будет звучать и на русском языке, и на изиш. Театр носит название «Шалом». В чем смысл такого названия? Ну, «Шалом» в переводе означает «Мир вам». Это древнее традиционное еврейское приветствие. Мы этими словами хотим приветствовать зрителей и здесь у себя в зале и во всех городах, куда мы собираемся выехать на гастроли, людей самых разных национальностей, которым интересно еврейское сценическое искусство. мы думаем, что это пожелание мира относится и к нам, ко всем, и к миру на земле. Добрый вечер. Вы знаете, специалисты уже давно пытаются найти объяснение грузинскому шахматному чуду. Ну а мы привыкли к успехам шахматисток этой республики и сегодня нас уже трудно удивить даже таким на первый взгляд невероятным совпадением. Две сильнейшие шахматистки мира Майя Чебурданидзе и Нана Яселяне живут в Тбилиси не только в одном районе и на одной улице, но и в соседних домах. В Телаве, в актовом зале государственного драматического театра, состоялось торжественное закрытие матча на первенство мира. В присутствии многочисленных зрителей президент Международной Шахматной Федерации Флоренсио Кампаманес вручил Майе Чебурданидзе венок и золотую медаль чемпионки мира. Приняв 10 лет назад победную эстафету у Ноны Гаприндашвили, Чебурданидзе повторила достижения своей прославленной соотечественницы, также став пятикратной чемпионкой мира и сохранила титул первой шахматистки еще как минимум на два года. Очень важно, что в Грузии каждый год появляются новые имена. Вот сегодня 17-летняя студентка из Тбилиси Катыван Кахиани выиграла в Алма-Ате дополнительный матч у гроссмейстера Зои Лельчук и завоевала последнюю пятую путевку в международный турнир уже следующего розыгрыша первенства мира. Сегодня из Суринама, где недавно завершился чемпионат мира по международным шашкам, возвратилась в Москву советская делегация. Наш корреспондент Нина Филатова беседует с новым чемпионом мира Алексеем Чижовым Алексей, скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что можете выиграть? Я почувствовал это за три тура до конца. Тогда у нас проходила генеральная ассамблея, было два дня перерыва и мне достаточно было сделать две нищие, чтобы стать чемпионом мира. Каждая партия трудная, конечно, но я думаю, что наиболее трудно было под конец турнира и после ничьей с бразильцем Жозе Марией. Несколько сообщений из-за рубежа. Олимпийские чемпионки волейболистской сборной СССР успешно выступают в турнире на Кубок Японии. Победив в первом матче команду КНР, наши девушки и сегодня добились успеха, выиграв у команды Перу в четырех партиях. В полуфинале международного теннисного турнира в США минчанка Наталья Зверева обыграла знаменитую Крис Эверт и в финале ей предстоит поединок с Мартиной Навратиловой, у которой, кстати, Наталья уже дважды выигрывала в этом сезоне. И еще о теннисе. Москвич Андрей Чесноков занял второе место на турнире в Бельгии. В финале он проиграл американцу Джону Макенрою. На чемпионате страны по хоккею сегодня сыграно пять матчей очередного тура. Армейцы столицы в Москве выиграли у Горьковского торпеда 6-1 и еще более упрочили свое лидирующее положение, так как крылья Совета в Воскресенске проиграли Химику 4-6. В Риге местные динамовцы выиграли у Спартака 5-2. Сокол в Киеве проиграл динамовцам Харькова 4-6. А армейцы Ленинграда выиграли со счетом 2-0 у торпедовцев Ярославля. Впереди ЦСКА 29 очков после 19 матчей. И в заключении два видеосюжета, которые, возможно, вызовут у кого-то улыбку. И в ФРГ есть поклонники гонок на собачьих упряжках. Правда, снега не всегда хватает, но теперь круглый год можно не расставаться со своими четвероногими любимцами. Вот так, проявив фантазию, можно переделать традиционные нарты. Не меньше изобретательность и, конечно, настойчивость и терпение нужны для того, чтобы заставить вот такие автомобили не только поехать, но и дойти до финиша. Эти любопытные соревнования, которые прошли в Англии, становятся в мире все более популярными. По сведениям гидрометцентра СССР завтра, 7 ноября, на севере европейской территории страны ожидается снег, метель, порывистый ветер. В Эстонии, Латвии и в Литве минус 2, плюс 3, кратковременный мокрый снег. В Белоруссии от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, осадки. На Украине 0, плюс 6, а на севере и юго-востоке осадки, дождь с мокрым снегом. В Молдавии 1,6 градусов тепла. В Ставропольском и Краснодарском краях 0,5, на Черноморском побережье Краснодарского края 11,16 градусов тепла. В Грузии плюс 9,14. В Армении 8,13, в Араратской долине до 19 градусов тепла. В Азербайджане 10,15. В Мурманской области минус 4,9, снег, метель, порывистый ветер, на дорогах снежные заносы. В Ленинграде временами снег, понижение температуры в течение суток до минус 1,3. 7 ноября в Москве утром и в первой половине дня мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 1, минус 3. Во второй половине дня временами снег, метель, ветер с северо-западной местами порывы до 18 метров в секунду. К вечеру температура понизится до 4-6 градусов мороза. На дорогах гололедится. Субтитры создавал DimaTorzok